Возвращаемся к итогам. Возвращаемся к итогам. Евгений Рожков и Валерия Кораблева. Это совместный проект Первого канала и телеканала «Россия». Также нашу программу можно посмотреть в прямом эфире. В этом году просто шквал звонков про дороги. Да, давайте послушаем. Меня зовут Екатерина. Я представляю граждан Омской области. И у нас проблема, вопрос такой. Один из немаловажных – это наши дороги. Яма на яме. Интересно, есть такие города, где нет проблем с дорогой? Сочи? Казань? Ну, да. А, то есть и у нас скоро тоже все нормально будет. Про цены. Естественно, про цены. В прошлом году я покупала продукты на всю семью на неделю и тратила 5000 рублей. Спустя год, то есть сейчас, это не меньше 10 тысяч. То есть получается в два раза больше. А вот правительство говорит, что инфляция 12,5% в год. Так кому верит все-таки правительство или чеку из магазина? На фоне общего падения ВВП в 3,7% и промышленности в 3,4% сельское хозяйство выросло на 3%. И это существенная составляющая нашей экономики и жизни людей. Вот он говорил про 3% повышения. Да. И что это очень глобально. Мне кажется, что это не глобальный показатель. Мы, например, я думаю, что вряд ли заметили. Люди вряд ли заметили. Гречки на прилавках, дай бог, стоят. А что гречка? Очень много стоит. Раньше она была, стоила дороже, чем сейчас. То есть сейчас все говорят, что обсянка подорожает. Но мне кажется, что это да, это так. Потому что на селе проживают, напомню, 40 миллионов граждан Российской Федерации. Ну вот, кстати, он сказал, что сколько, 40 миллионов живут на сельском хозяйстве. А вот, ну, допустим, ты бы приехал домой после университета, чтобы сделать картошку. Типа где родился, там пригодился. С моей специальностью я бы там ничем не занялся. Ну, так надо просто придумать, как ее там. А ты откуда живешь? Какая сейчас полоса? Черная или белая? Ну, серая. Я скажу почему. Потому что ситуация, она еще не исправилась. Но все-таки тренд положительный. Интересно, бывало когда-нибудь такое, что президент говорил? Да нет, все плохо. Вот смотрите, я уже сказал, что у нас спад ВВП был 3,7%. Знаешь, какая жесть начнет творить по стране, что вы говорите о ВВП. Конечно, особенно когда все так, понимаешь, что все очень хорошо. Да нет, как-то все не сложилось. Большая часть наших ВКС ушли из серии. Часть осталась, но большая часть ушла. Вот хочу спросить, не отрастет ли у этой игиловской гидры новая глава? Такая опасность всегда существует, если не уделять должного внимания борьбе с терроризмом. То есть в данный момент мы просто помогаем кому-то, для того, чтобы там, допустим, терроризм не распространился на близлежащие страны и не дошел до нашей страны. А если мы не будем этого делать, то, возможно, это худшим выйдет для нас исходом. Одна из самых острых и болезненных проблем – задержка зарплат. Это, казалось бы, забытая тема вернулась в кризис. Людям не на что покупать продукты, лекарства, нет денег ни на коммунальные услуги, ни на выплаты по ипотеке. Причем география проблемы – буквально вся страна. В основном зарплаты задерживают же из-за того, что заказов нет. А нет заказов – нет прибыли. Чем платить зарплату? Ну, по сути, так же. Я вижу, что многие предприятия стараются что делать? Не увольнять работников. У меня папа уже так за полтора года три завода сменил, потому что они просто обанкротились. Очень хочется пригласить всех россиян со всех уголков нашей большой страны на отдых и оздоровление. Ваш вопрос? Собственно говоря, может быть, я покажусь нескромной, но все-таки вопрос задам. Владимир Владимирович, а вы когда собираетесь в Крым на отдых? Кто-нибудь был в Крыму? Я была. Когда вы сочетались? Чусь есть. А ты? Ну, ты тоже. Не всегда удается только сделать все так, как бы хотелось. Но мы все вместе будем активно работать, чтобы проблем было меньше, а счастливых дней побольше. Спасибо вам большое. Я из тех людей, у меня довольно критическое мнение по этому вопросу, потому что я вот сколько не слушаю прямых линий, для меня, кажется, ответы всегда Владимир Владимирович довольно обтекаемыми. Цель вот таких, ну, как бы встреч, прямых линий с президентом не в том, чтобы человек задал свой вопрос, получил четкий ответ сразу. Вопросы, которые задаются сейчас, мне кажется, они как раз нужны для того, чтобы, во-первых, президенту подчеркнуть какие-то конкретные моменты, именно, так скажем, от первых лиц, участвующих и соприкасающихся с этим, для того, чтобы как-то свою работу в дальнейшем, может быть, скорректировать или там понять, на что сделать упор. На каждую проблему, с которой обращаются в прямом эфире, действительно есть какая-то подоплека, какая-то предыстория, почему именно так произошло. И в прямом эфире Владимир Владимирович для всей России говорит, какие причины этому способствовали, каким образом возможно дальнейшее решение существующей проблемы. Вектор развития или решения, он задал, то есть, что проблема будет решаться и будет все время прослеживаться темпы развития различных сфер. Ну и к местным событиям. На этой неделе в Красноярске от отравления суррогатным алкоголем скончались трое. Среди них 14-летняя школьница. В больнице в отделении токсикологии остается еще пять человек. Все они пили виски Джек Дэниелс. Откуда к пострадавшим попали бутылки ядовитого зелья, выясняла Елена Бурасова. Павел Демчук рассказывает, в ночь с 9 на 10 апреля собрались шумные компании сразу по нескольким поводам. Отмечали продажу квартиры другом и большая часть молодых людей в понедельник 11 апреля должна была идти на призывной пункт. Пришли повестки в армию. По словам парня, Джек Дэниелс на стол поставила тетя одного из пострадавших. Ну и кто-то передал, она передала, она сказала, что алкоголь нормальный, можно пить. Мы поверили, выпили. На следующий день стало плохо. Много выпили? Ну, достаточно, около двух литров на 7-м лих человек. Ну а дальше головокружение, тошнота, дышка, потеря сознания и реанимация токсикологического отделения БСМП. В больницу попали все, кто оказался в квартире. Всего 8 человек. Большинство несовершеннолетние. 14-летняя девочка скончалась в четверг. Четверо человек поступили в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом были состоянии, на искусственной вентиляции легких. У одного мальчика, возможно, будут осложнения по зрению, а остальные без осложнений. По словам заведующей, пострадавшие рассказывают следующую историю. Бутылки принес гражданский муж женщины, которая напоила всех паленым виски. Он работал автослесарем в Солнечном. За ремонт рассчитались алкоголем. Из четырех бутылок одну он оставил у себя, вторую подарил знакомому, и две бутылки попали на стол компании. Мужчина и его друг найдены мертвыми. Причина смерти – отравление метиловым спиртом. В Следственном комитете заявляют – алкоголь из декабрьской партии. Тогда от употребления этого зелия скончалось 11 человек. В производстве следственных органов остаются четыре уголовных дела, возбужденных по фактам отравления красноярцев спиртосодержащей жидкостью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 238 «Производство или сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В декабре следственные органы заявляли, что поставщики разными способами пытались избавиться от паленого виски. Бутылки выбрасывали в Березовке, на Кузнецовском плато и в Солнечном. Именно там, на пустыре, в этот четверг оперативники нашли еще 31 бутылку виски. Вы видели сюжеты, которые в декабре выходили? Да. Но я думал, что то, что все прошло, это прошло. Прошел этот период отравленного алкоголя. Следственные органы, полицейские и здравый смысл в очередной раз предупредят, алкоголь нельзя покупать с рук, по явно заниженной цене или через интернет. А после небольшой паузы мы вам покажем, как делают спутники, как выглядит телескоп, который будет запущен на полтора миллиона километров в космос. Мы побывали в цехах ИСС имени Решетнева и раскроем несколько секретов.